Уральские архитекторы, историки, искусствоведы бьют тревогу о спасении памятника архитектуры Белая башня. Этот памятник конструктивизма стоит у нас на Уралмаше, бывшая водонапорная башня, которая уже более полувека не используется по назначению и медленно-медленно разваливается. Сегодня у нас в гостях председатель Свердловского регионального отделения общества Красный Крест Дмитрий Вершинин, который является, как вас правильно назвать? Ну я хочу сказать, что Красному Кресту выдано охранное обязательство по сохранению Белой башни. Вот, хранитель получается Белой башни. Ну если можно так сказать, да. Давайте немножечко напомним историю, вот что это за Белая башня, в чем ее уникальность? Ну Белая башня была построена, на самом деле это водонапорная башня УЗТМ. Она была построена в 1929 году и в настоящее время является памятником конструктивизма. До 60-х, по-моему, я могу туда-сюда немножко ошибиться, она, в общем-то, использовалась в качестве водонапорной башни, резервной водонапорной башни, там стоял бак. Ну и где-то вот в середине 60-х годов она утратила свое функциональное значение и в настоящее время является исключительно просто памятником конструктивизма, потому что утилитарного назначения с середины, ну практически прошлого века, так и не смогли придумать. Проектов было очень много, идей всяких много и до сих пор предлагают различные варианты использования Белой башни. В данный момент в каком состоянии башня находится? Все-таки много лет уже? Ну, если честно, вот и мое мнение, да, я считаю, что она находится в аварийном состоянии, и я об этом прямо всем говорю, я считаю, что мы можем потерять этот уникальный объект, мы должны все сделать для того, чтобы вот эта жемчужина города Екатеринбурга и Свердловской области, она просто засверкала. У нас есть все возможности, но, к сожалению, на сегодняшний момент мы не пользуемся этим. А это действительно жемчужина, я подтвержду, потому что приезжают туристы, особенно те туристы, которые что-то знают об архитектурных стилях, которые знают, что в Екатеринбурге много памятников конструктивизма. Так вот, Белая башня – это, грубо говоря, главный памятник конструктивизма в Свердловске, в Екатеринбурге. И он памятник мирового значения, насколько я знаю. Мы сказали о том, что много разных вариантов предлагалось по применению Белой башни, правильно? И какие это были варианты, и почему они неприменимы все-таки? Ну, я могу сказать, что предлагали сделать там кафе, предлагали различные использования, сделать, может быть, бассейн, потому что все-таки там есть такая емкость. А площадь позволяет? Площадь не позволяет, да, потому что она очень… Вот в чем уникальность Белой башни? В том, что ее очень сложно вот под что-то приспособить, под что-то вот такое утилитарное. Хотя вот если использовать первый этаж, там где-то порядка 125 квадратных метров, и плюс еще подвал столько же, да, то есть 250 квадратных метров, в принципе, для кафе достаточно. Можно также использовать верхнюю площадку, вот, но, может быть, к счастью, все эти проекты не были реализованы, потому что не хотелось бы, чтобы вот там было вот какое-то кафе очередное. Красный Крест взял на себя обязательство по охране этого памятника. С какой целью? Есть ли у вас какие-то предложения, как его использовать, как его восстановить, не дать ему умереть? Ну, я хочу сказать, что Красный Крест все-таки это благотворительная организация, и наша задача, одной из наших задач является сохранение культурных наследий. И в том охранном свидетельстве, которое подписал Красный Крест, там записано, что содержать Белую Башню за свои средства. К сожалению, могу сказать, что средств для нормального сохранения Белой Башни нужно очень много. По моим подсчетам, это несколько десятков миллионов рублей, но эта сумма, я думаю, что не очень большая, так сказать, для того, что если будут подключены или меценаты, или люди, которые неравнодушны к, так сказать, проблеме Белой Башни, которые любят свой город. То есть, может быть, вот эту сумму можно собрать всем миром. И такие случаи ведь, в общем-то, и нам с вами известны. Совершенно верно. Но в отличие от других людей, которые только вздыхают, ах, разваливается Белая Башня, ах, в каком она состоянии. То есть, у вас все, что называется, карты в руках. Вы являетесь, ну, как сказать, ответственным за эту башню. Я знаю, что у вас появились уже какие-то предложения, какие-то проекты, что можно с этим сделать. Ну, на сегодняшний момент у нас есть очень интересный проект, который я готов показать. Это проект создания в Белой Башне планетария. Причем этот проект, мы когда вот его анализировали, он позволяет нам максимально, максимально, минимально что-то изменить в Белой Башне. А во внешнем облике практически мы ничего не трогаем. Так как она является круглой, вот, и там вот есть вот эти маленькие кружочки, да, ну, это окошечки, да, их можно, иллюминаторы, да, их можно закрыть. И конструктивно она представляет две полусферы внутри. Одна сверху, другая снизу. Если посередине сделать проектор, ну, так сказать, с использованием новых технологий, мы получим одновременный вид звездного неба и земной поверхности. А посетители, они как бы находятся между землей и небом. Это вообще, вы знаете, когда мне архитекторы показали эту идею, да, потому что она еще не является проектом. Это на сегодняшний момент только идея, но эта идея мне очень понравилась. И вот я написал несколько писем, где предлагаю все-таки эту идею развить, обсудить. И в том случае, если я получу поддержку, я думаю, что мы будем выступать за то, чтобы сделать из Белой Башни планетарий. Но в Екатеринбурге при Музее Радио уже есть планетарий. По-вашему, насколько необходим еще один? Ну, сложно сказать. Нет, ну, тут немножечко понарошковый планетарий в Музее Радио. Он не совсем такой, как классические планетарии, как, например, вот новый недавно отремонтированный планетарий в Москве. Кстати, это и коммерческая идея, может быть, достаточно неплохая, потому что я знаю, что в Москве билеты в этот планетарий стоят какие-то безумные деньги, и очередь надолго вперед расписана. То есть, если найти сейчас инвестора на восстановление этой Белой Башни, в принципе, что называется, он отобьет свои вложения. Это можно сделать. Но а чей поддержкой вы сейчас должны заручиться, чтобы как-то продлить этот проект? Ну, вообще хочу сказать, что Белая Башня – это федеральное имущество, и собственность у него все-таки федеральная. Вот. И я надеюсь, что, может быть, и нам окажет помощь федеральное правительство. Но если такой помощи не будет, значит, будем все-таки своими силами обходиться. Осенью прошлого года вы проводили субботники около Белой Башни, и учитывая наш разговор, я думаю, что многие зрители заинтересовались, как-то жители Свердловской области, Екатеринбурга могут принять участие, может быть, в каких-то акциях запланированы? Ну, я хочу сказать, что в ближайших планах – это весной провести очередной субботник, традиционный, может быть, весенний. Также мы планируем все-таки сделать забор возле Белой Башни, потому что на сегодняшний момент действительно это аварийный объект. И пользуясь случаем, я хочу предупредить всех тех молодых людей, девушек, которые туда лазят, которые там постоянно находятся, что на самом деле это небезопасно для их здоровья, потому что на сегодняшний момент там просто зияющие окна, через которые можно с 30-метровой высоты упасть. И хотелось бы все-таки сделать какое-то, ну, во-первых, забор, во-вторых, ограничить доступ на Белой Башню, ну, а в-третьих, наверное, традиционно убрать мусор, который там накопился. Спасибо, спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Вершинин, председатель регионального отделения благотворительного общества «Красный крест», который является хранителем памятника архитектуры «Белая Башня». Так получилось, что вот уже 6 лет, да, по-моему, являетесь. Ну вот, будем надеяться, что с помощью «Красного креста», с помощью, может быть, волонтеров, с помощью инвесторов, бизнесменов мы, наконец, обретем достойный памятник, а не то, что он представляет последние полвека, к сожалению, покуда он не используется. Может быть, еще и памятник архитектуры, который будет сочетать в себе функции планетария. Да, звезды.